Столичная дача В национальной дивизии на стадионе в селе Спея вице-чемпион Молдовы принимает амбициозный клуб «Динамо Авто», который в первом сезоне в национальной дивизии пытается закрепиться в середине турнирной таблицы. На данный момент Приднестровский клуб располагается на восьмой строчке в таблице. В активе подопечных Дмитрия Рабаджи 21 очко после 21 сыгранного матча. 6 побед, 3 ничей и 12 поражений. Рапид, идущий вслед за автомобилистами, набрал на 1 очко меньше, но гидегический клуб уже не сможет обогнать нашего ближайшего оппонента по чемпионату, так как Рапид официально был снят с первенства. Что касается 10-й Олимпии, то Бельский клуб отстает от «Динамо Авто» на 9 пунктов. Перед началом сезона турнирной задачей «Динамо Авто» было попадание в первую семерку, однако после зимнего межсезонья задача была скорректирована – побороться за восьмое место и наиграть состав на следующий сезон. История очных противостояний «Дачи» и «Динамо Авто» в рамках чемпионата Молдовы насчитывает лишь один официальный матч. Состоялся он в первом круге на стадионе автомобилистов и завершился победой «Даков» за счетом 2-1. С обитыми мячами отличились у хозяев поля Сергей Чуйко на 76-й минуте, у «Даков» Василия Павлова на 60-й и Ибрахима Комара на 64-й. Интересно, что пятничные соперники больше встречались в рамках контрольных матчей, чем официальных, а именно дважды. Первый спарринг между «Дачей» и «Динамо Авто» состоялся зимой 2013 года. Столичная команда имела солидные преимущества на протяжении всего матча, итогом чего стал счет 5-2 в пользу «Дачи», за которую забивали Андрей Кужакарь, Каиру Андради, Геннадий Орбу, Максим Михалеви и Владимир Дроговозов. Второй спарринг датируется 22 июня 2013 года. «Дача» готовилась к Еврокубкам, а «Динамо Авто» к первому сезону в их шей лиге. И на этот раз команду провели результативный матч 6-1 победы «Даков» благодаря точным ударам Михалева, Одя, Кучук, Посмака, Апостола и Дроговозова. В зимней межсезонье команду покинуло сразу несколько ключевых игроков, среди которых опытнейший Сергей Погребан, полузащитник Сергей Закон и защитник Александр Быков. За границу перебрались защитник Алексей Косян, который отныне будет играть в узбекском клубе «Андижан», а центральный атакующий полузащитник Виктор Труханов с пятью мячами, являющийся лучшим снайпером «Динамо Авто», применял высшую лигу молдавского первенства на команду из третьего по силе дивизионного чемпионата Венгрии. Кроме потерь были и приобретения в стане Приднестровского клуба, главными из которых смело можно назвать возвращение в национальную дивизию галкипера Станислава Намашко, который призван раз и навсегда решить вратарскую проблему. «Динамо Авто» удалось продлить аренду полузащитника сборной Молдовы Сергея Георгиева до конца текущего первенства. Среди новобранцев автомобилистов также значатся защитник Виктор Мудрак, известный по выступлениям за Бельскую Олимпию, и полузащитник Александр Миронец Михаил Посечнюк, последнего по итогам сезона 2010-2011 годов официальный сайт UEFA признал лучшим молодым футболистом чемпионата. Чтобы изменить неприятную для себя статистику «Динамо Авто» и в частности Дмитрию Арабаджи придется чем-то удивить Даков. Правда, набор исполнителей, которым располагают и распольчане, не подразумевает широкой ротации состава. Несмотря на то, что в первых двух весенних турах место ворота занимал Михаил Паюш, на этот раз в качестве стража ворот наверняка будет новичок Станислав Номашко. В обороне сыграет Долгов, Чобану, Мудрак и Астребов. Пару опорных полузащитников составит опытный Николай Рудак и Сергей Георгиев. На флангах ожидаем появления Михаила Посечнюка и Кирилла Коваля. Под нападающими свое место займет Евгений Городецкий, а единственным форвардом станет Сергей Чуйко. Который провел три неполных сезона в даче в начале 2000-х годов, если, конечно, оправиться от повреждения, полученного в игре с Олимпией. В противном случае его заменит 21-летний Максим Юрку, на счету которого четыре забитых мяча в 20 играх. Сумеет ли Динам Авто остановить победную посту подопечных Дэйна Вукичевича и впервые в истории противостояния отобрать очки удачи? Или же даки сумеют упрощить свои позиции в тройке сильнейших перед стартом последнего третьего круга? Мы узнаем в пятницу, 14 марта, стадион в селе Спея, начало матча в 14.00. Видеотрансляцию поединка на официальном сайте дачи интернет-телевидение спорт.мд.